На опушке соснового леса Иван Иванович Шишкин Вечерняя прогулка по сосновому лесу привела молодую женщину на опушку. Как всегда в работах художника, человек на фоне природы выглядит хрупким и маленьким. Высокие сосны, залитые закатным светом, величественно возвышаются над человеком. Хвоя на деревьях выглядит слегка серебристой. Небо над лесом практически безоблачно. Зелёная трава на опушке солнцем не тронута. Свет заблудился в густом сосновом лесу. Создаётся впечатление, что тропинка ведёт человека, а не человек идёт по тропинке. Мастер отлично передаёт лёгкость и аромат, витающий в вечернем воздухе. Цвета картины создают особенное настроение в работе. Умиротворение, радость, покой. Поначалу женская фигура в нежно-голубом наряде кажется лишней, придуманной деталью. Рассмотрев внимательнее, можно убедиться, что присутствие человека в пейзаже органично и естественно. Летний зонтик в руках молодой женщины сложен. Летняя жара спала. Лес словно светится изнутри. Как будто само солнце опустилось в чащу и готовится там ко сну. Тишина и нега разлились по опушке. Человек ушёл из леса, и природа зажила своей свободной жизнью. На границе опушки заметны пни от срубленных деревьев, сухая ветка, не растерявшая коричневых листьев. Всё это плоды человеческой деятельности. Сказка осталась там, позади. Впереди мир людей, постоянно изменяющих окружающий мир для своих нужд. Автор ненавязчив. В его работе нет призывов или протеста. Художник никак не навязывает зрителю свою точку зрения, предлагая насладиться красотой русской природы и задуматься о своей роли в её изменении. Может быть, даже насилие над ней. Интересно, что под таким же названием известна ещё одна работа автора, написанная двумя годами позже, давно пребывающая в частной коллекции в Чехии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok